На университет мы с вами проехали, здание новой недавно построенной библиотеки научного центра Сафор. Если налево-направо посмотрите, увидите панораму нашего города. Если посмотреть чуть-чуть назад, собственно, весь город, и Михаил-Архангельский собор строящийся, и районы округа Майская горка, и туда южнее округа района Хафория, можем с вами наблюдать. Сейчас мы с вами выехали на железнодорожный мост, который называется также Северодвинским мостом, а в народе он называется Старым. Потому что этот мост был построен в 1964 году, и этот мост впервые соединил лево-право берега северной длины с другим, собственно. А если по левой руке посмотрите, увидите там большой длинный такой мост с островом Краснофлотским посередине, который в длину более 5 километров, а если быть точным, 5300 метров этот мост в длину, его построили в 1989 году. И только другой мост, они оба с подъемными механизмами, часть морковых территорий в Архангельске находятся выше по течению, чем этот северодвинский мост. Что интересно, до тех пор, пока в 1964 году не построили вот этот железнодорожный мост, Архангельская железнодорожная станция называлась Архангельск-Порт. То есть вы ехали из Москвы, например, у вас в билете был город Архангельск, Ярославский вокзал, а в конце был указан Порт, Архангельск-Порт. И, соответственно, люди приезжали, вот красное здание, красно-кипичное, в начало 20-го века, в русско-изонтическом стиле построено, по проекту, который курировал Савва Мамонтов, знаменитый. Это тот, собственно, промышленник, который тянул на северу железнодорожную ветку, в рамках так называемого частного государственного партенства. Вот была станция, люди переходили на речные суда, вот тут входил речной трамвайчик, он, кстати, до сих пор стоит в стене нашего музея, коммунарка.